всем привет это координационные центры меня зовут георгий георгиевский мы продолжаем серию видео интервью приуроченных к 20-летию координационного центра сегодня у нас в гостях андрей савельев руководитель регистратора домены рф привет андрей привет георгий всем привет спасибо огромное к радиационному центру что дали возможность нам поучаствовать на самом главном мероприятии всех айтишников ты безусловно рад с тобой увидеться и с удовольствием готов побеседовать сами спасибо давай начнем свою беседу с углубление в некое прошлое с чего для тебя начался в принципе интернет домены это скажем так не основные не самый первый мой бизнес то есть него я пришел но относительно поздно ты интернет безусловно начался с доменов лет наверно 12-13 назад я начал даже 15 назад изучать домены тогда этом свой первый домен зарегистрировал был домен 1030 точка ру другой по пластиковой теме и потом я начал мне стало это интересно я начал изучать читать статьи там много читал там интересно про текущих регистраторов про доменных инвесторов которых киберсквоттерами многие называют но и стало интересно увлекся начал тоже ловить домены перехватывать тогда это дело только рутся только компания ru центр но это вызвало некую так первый интерес но а вход в рынок произошел когда появилась национальная кириллическая зона . rf это 10-12 год то есть десятом году ангажировали в корее в южной корее в сеуле эту историю дмитрий анатольевич медведев и в одиннадцатом году началась к открытая регистрация мы как раз основной бизнес по пластикам шел там но очень хорошо были высокие там маржи и то есть было то есть но сверхприбыль и я решила немножко дерифицироваться инвестировав в национальную зону рф и о чем вот последствии очень даже не пожалел что дало очень хороший профит и на протяжении двух лет мы достаточно много покупали до 100 большие портфели то есть за два года портфель там около десяти тысяч рф у нас был на тот момент расскажи подробнее про внутренние проекты как раз вот это вот старта твоего участия в домене рф от проект связаны с фамилиями с красивыми именами мы регистрировали и покупали домены по нескольким разным критериям основной это конечно красивые домены подарки рф сауна рф кредит рф и так далее и также мы купили очень много фамильных доменов то есть какие-то из них были свободны и какие-то мы покупали на вторичном рынке у инвесторов которые купили но побоялись ждать и вышли продав там с небольшой маржинальностью нам пакет и там по несколько тысяч фамилий у нас есть некий критерий по которому мы смотрим фамилии фамилия популярные средние или не о чем популярное и сегодня очень много скажем так фамилии средний не очень популярное еще свободно в зона рф она о на зоне рф на очень недооценен а можно там зарегистрировал смотреть свою фамилию там даже зарегистрировать ее и самое простое это сделал там переадресацию на какой-нибудь там Facebook, Instagram, либо там сделать какой-нибудь персональный блог, где можно там размещать рекламу свою, но очень много всего можно сделать. И если вернуться к фамилиям, то у нас есть некие такие критерии ценности фамилии, то есть есть особо ценные фамилии, которые от 10 тысяч ВКонтакте. Мы смотрим, ну, один из инструментов, мы пишем фамилию ВКонтакте и смотрим, сколько там людей. Это, ну, относительно приближенная к реальности цифра, то есть она пока сколько в СНГ, эти фамилии. И у меня уже в голове я понимаю примерно сколько человек. Вот если бить Георгиевский, я думаю, там около 4 тысяч, 4-5 тысяч людей. То есть это средняя фамилия. Итак, если больше 10 тысяч, это популярные фамилии. Вот если взять там Петров, Николаев там и так далее, у них там от 150 тысяч это особо популярные фамилии. Они все заняты, они имеют особую ценность, они там стоят от 50 тысяч рублей там и выше. Есть фамилии средние, это где-то там от 4 до 10 тысяч ВКонтакте. Вот. Их ценность где-то 15-45 тысяч рублей. И есть фамилии, которые не очень популярны, это меньше 3 тысяч ВКонтакте. Из них, то есть, ну, где-то процентов 30-40 из не очень популярных фамилий, они пока еще свободны. Я вот всем рекомендую, вот, стоимость регистрации домена там 200 рублей, продление там 500-800 рублей. Вот, ну, берите, пока еще свободно. Зона еще не дооценена очень сильно. Регистрируйте, делайте переадресацию на свои блоги в Инстаграмах, в Фейсбуках, там ВКонтакте, легко запомнить фамилия точка РФ. И это такой очень интересный актив. У нас всего где-то около, наверное, сейчас 7 тысяч фамилий в зоне РФ разных. В этом году Ваша компания кредитовалась в качестве регистратора домена Fru.RF. Какие планы у Вас, как у регистратора, на ближайшее будущее? Да, нам в августе будет один год, то есть, мы один из самых молодых регистраторов. Мы дирексифицировались из вторичного рынка, то есть, в первичный рынок, в регистрацию доменов. Сейчас мы доделываем хостинг, сервера, потому что это неотъемлемая услуга от доменов, без нее сложно делать маркетинг. И летом начинаем уже серьезно входить в маркетинговую историю. Понятно, что рынок непростой, сложный, то есть, стоимость привлечения клиента достаточно высока. То есть, клиент должен 3-4 года продлять, чтобы себя окупить. Но, тем не менее, рынок достаточно интересный. И мы хотим сфокусироваться именно на доменах РФ. Мы знаем, как привлечь клиентов на эту зону. У нас есть в планах несколько глобальных маркетинговых акций. Одно из них, я не буду раскрывать детали, но одно из них будет проходить в городах Московской области, там при поддержке ТПП и мой бизнес. Второе мероприятие, уже более глобальное, по городам России. И на первом мероприятии мы будем ставить цель 800 тысяч доменов, точка РФ, планку. И на глобальном мероприятии миллион доменов. То есть, для этого уже есть ряд стекхолдеров, которые будут помогать нам. Это инфопартнеры и различные другие партнеры. Но, понятно, сейчас нельзя все сильно прогнозировать ввиду пандемии. Дай бог, чтобы все это быстрее закончилось. Мы могли уже в полную силу отдаться маркетингу. Мы хотим осенью первую акцию провести. Но нельзя планировать, я думаю, где-то в июле у нас будет уже вижен, то есть, либо осень, либо на следующую весну мы перенесем. Также планируем развивать зону суп, про которую все забыли. Тоже это самая первая зона Советский Союз, она тоже очень сильно недооценена. Ну и, конечно, главная зона рунета, это зона dot.ru. Понятно, что там занято все, что можно, но все равно мы периодически смотрим. Там есть какие-то домены, которые, например, там были 15-17 лет на них были порталы, а сейчас они свободны. То есть, их дропнули там в 2020-2021 году, много очень дропались, то есть, процентов там, наверное, 13-14 зона просела. И можно что-то еще вот красивое искать и регистрировать в зоне.ру. О планах еще поговорим с тобой, только на дальнюю перспективу. Представляешь, 31-й год, на рифе мы с тобой записываем подобное видеоинтервью, посвященное не 20-летию Координационного центра, а уже 30-летию. Какой интернет нас будет окружать? Может быть, какие-то новые сервисы? Может быть, даже само слово интернет исчезнет из обихода и заменится чем-то другим? Давай вот ты будешь немножко предсказателем, а потом мы сравним через 10 лет. Ну, если так уж углубиться, так пофилософствовать, пофантазировать, я считаю, что мы сами строители того, что хотим, поэтому нужно ставить какие-то цели на 21-й год и идти к ним. Я, например, на 31-й год, прошу прощения. Давайте поставим 10 миллионов ДОТ РФ и 10 миллионов ДОТ РУ, чтобы они к 31-му году сравнялись и примерно на таком уровне держались. То есть будем смотреть на голландцев, с какой динамикой идет, на тех же китайцев, что активно развивается, и поставим такую цель в количественном соотношении. И хотелось бы, чтобы, опять-таки, если пофантазировать, чтобы у каждого человека, если совсем углубиться, это тогда уже 100 миллионов доменов, и чтобы домен это был какой-то цифровой паспорт, чтобы там была и идентификация, и все-все-все. То есть у тебя там, например, или карточка какая-то, или там татуировочка сделана, например, савелев.рф, и по этому идентификатору там все, и паспортные данные, и оплата, и каким-то образом тебе не надо с собой носить ни визитки, ни кредитки, ничего. Понятно, что это некое, с одной стороны, вторжение в личное пространство, да, то есть это далеко не все любят, но с другой стороны, это некое удобство, то есть можно кучу-кучу сервисов туда загнать, опять-таки, куда-то за границу летать, не нужен там загранпаспорт. То есть у тебя есть вот какой-то доменный идентификатор, который к тебе привязан, на всю жизнь там государство продляет за тебя его, и ты имеешь возможность там вот, не надо там думать, что паспорт забыл, то есть придумать только, каким образом связка действует. Татуировка на это, наверное, не очень вот этично, но какая-то вот, может быть, карточка, или какая-то вот, может быть, там воздушная будет связь, не знаю, но это вот, если так совсем пофантазировать, то... Ну, это очень хорошие фантазии, доживем, увидим. Посмотрим, да, то есть если останется это интервью, может быть, что-то и... Обязательно останется, и как раз будем готовить интервью через 10 лет, мы специально даже сделаем включение вот этого твоего футуризма, и потом вопросы давай проверим. Посмотрим, что получится. Напоследок хочу тебя попросить пожелать какие-нибудь добрые слова координационному центру в год его 20-летия. Координационный центр для меня это особая компания, несмотря на то, что мы регистратором стали только в прошлом году, с координационным центром мы дружим очень давно, они нам всячески помогают участвовать в разных мероприятиях, несколько раз нас награждали различными наградами, постоянно нас приглашают, повторюсь, не в статусе регистратора, а в статусе вот домейнеров, на одни из самых классных конференций международных, Тил, Дикон, которые проходят в странах СНГ Восточной Европы, за что им огромное спасибо. Ну и со всеми дружим уже давно Георгий, Андрей, Евгений, Миша Анисимов, Майкенни сейчас. Очень классная, большая, дружная семья. Хочу вам пожелать, ну самое главное, здоровья крепкого, успехов во всем, развития, драйва, какого-то футуризма, каких-то нестандартных решений, не бояться чего-то делать, такого вот необычного, взрывного, классного, интересного. Ну и оставаться вот такой классной командой, которая у вас есть. Очень нравится в КЦ, у них вот команда стабильная, дружная на протяжении многих-многих лет. Вот это вот там, Асяк Жора, там Андрей, Сережа Копылов, Ира Данелия, то есть вот Женя Панков. Вот это вот такая вот машина, да, то есть команда, все имеют большую ценность, каждый, да, человек, и без кого-то из них уже КЦ не будет, вот таким-то КЦ. Поэтому все классно, ребят, очень рад там сотрудничеству, дружбе с вами, вот, и уверен, мы уже в статусе регистратора, сделаем что-то вот более мощное, что-то взрывное. Вот, мы пока еще совсем-совсем маленькие, зона РФ мы на 15-м месте, зона РУ мы на 29-м месте. Из всех регистраторов, вот, но движемся вверх, есть идеи, как сделать нам больше регистрации. И когда-то вот я, Георгий, говорил, то есть не про Данис, про среднесрочную перспективу, нам хочется занять вот такой средний пласт, потому что он сейчас пустой. Есть там два очень больших регистратора, которые занимают лидирующую позицию, а середина пустая. Есть много, ну, небольших относительно регистраторов, вот, у нас там цель на ближайшие три года занять вот эту вот середину, этот пласт, который сейчас вот свободен. Спасибо, Андрей, было очень интересно с тобой пообщаться. Взаимно. С нами был Андрей Савельев, регистратор доменов домены.рф. Это Координационный Центр, и мы будем продолжать. Всем пока. Всем пока, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok